Бегущие по волнам это не метафора, а вполне конкретные люди. Они собираются на берегу реки и передвигаются исключительно по воде. Причем, если для этого португальцам нужны супергидрокостюмы, то нашим достаточно пары кроссовок и смекалки. Наш корреспондент Александр Бережной поговорил с физиками и спортсменами, чтобы понять, так может ли человек скользить по водной глади. Оказывается, в России этот вид спорта уже давно известен. Ребята из Федерации паркура занимаются бегом по воде не первый год. И сейчас здесь, на этом пляже, они нам и продемонстрируют свое мастерство. Освоить технику бега по воде может только физически подготовленный человек. Нужно не только уметь быстро бегать, но и владеть навыками гимнастики. Паркур как раз и дает такую базу. Разминка обязательно, без нее и двух шагов не пробежать. А португальцы смогли все 20. Сегодня вода еще неспокойная. Вот, ветер есть, волны. Ну и не знаю, они может бегали, у них там плотность воды какая соленая, наверное, вода. У нас-то все дело пресное. Понаблюдать за тем, как парни превратятся в водомерок, захотел представитель науки, кандидат физико-математических наук. Вода это молекулы, да, это небольшое, это громадное количество каких-то маленьких частиц. Естественно, если вы с большой скоростью туда что-то вдавливаете, то эти частицы молекулы, они просто не успевают расступиться. И тогда вода при определенных условиях может быть твердой поверхностью. Первые попытки, как и следовало ожидать, не самые удачные, но дальше лучше, почти как у жидких альпинистов. Этот вид спорта появился недавно, мы его совсем недавно придумали. Мокрая невесомость назвали, даже не знаю почему. В арсенале русских парней трюк, который жидким даже не снился. Многие считают, что на воде стоять невозможно. Но я очень долго этому тренировался и... А что, ну мы тоже немало тренировались. Перейти всю реку поперек несложно, лишь бы материалов хватило, досок и фанеры. У португальцев было больше времени на подготовку, а обманку у берега Москвы реки соорудили за полчаса. Можно, конечно, и без нее по-честному бегать, но надо очень быстро бегать. Посчитали, насколько надо увеличить скорость соприкосновения с водой, насколько разбег надо. Ну, в общем, 200 км в час где... Когда я видел этот ролик в интернете, ну я показал своим коллегам, естественно, мы на него смотрели, обсуждали. Ну было ясно, что это, в общем-то, что это мистификация полная. Цель у такой мистификации очень простая. Это хитроумная реклама гидрокостюмов и чудо-кроссовок. Сань, работает, реально? Да? Вот эти отверстия, что ты сделал, как бы, реально? Гидромеханические свойства меняются, и вообще вода, вытекая из-под пятки, создает реактивную силу, понимаешь? В эту сказку поверили тысячи людей. Даже появились последователи такого спорта. Но у русских паркурщиков есть еще более интересная идея – бегать по воздуху. Правда, пока они не решили, кому ее продать. Александр Бережной, Михаил Турганов, Вести.